Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Такой девиз фермера Султана Бабоева из станицы Зеленчукской. И выбрал он его не случайно, так как на долю фермера выпали непростые времена. Но он достойно справился со всеми трудностями. Из Зеленчукского района репортаж Ольги Савенко. Сейчас на полях Султана Бабоева пасется около ста коров. Все упитанные, просто красавицы. Основная часть – галчинской породы, хотя есть и сементалы. Их особенность – высокий надув. Нашим условиям, вот у меня есть, которые такие, несколько штук, 8, 8 тонн, 9, 9 есть. Ну вот сезон, сезон, есть некоторые, дают больше фляги. Это тем более удивительно, что почти все эти красавицы местного производства. Несколько лет назад Султан Бабоев решил заняться искусственным осеменением, чтобы не покупать дорогостоящих коров за границей. Читал специальную литературу в интернете, он современный фермер. Перенимал опыт передовых хозяйств. Коровы Султана Бабоева и чистоту породы сохранили, и к местным условиям лучше приспособлены. А молоко дают вкусное, жирное. Его с удовольствием забирают предприниматели Адыгеи. Молоко нашего фермера можно пить без опаски. Здесь нет никакого брацеллеза, никаких других серьезных заболеваний. Вся территория огорожена, поэтому животные не контортируют с другими. Кроме того, Султан Хамид постоянно делает прививки, сдаёт кровь на анализы. Ну, попробуем. Вкусное, как в детстве. Секрет в особом уходе и рационе. Питается буренки Султана Бабоева по-королевски. У него нет образования агронома, но знает он не меньше специалистов. Постоянно консультируется с ведущими агрономами Краснодарского края. Покупает элитные семена. На его полях растут горох и спорцет, люцерна и другие полезные травы. Примерно пучок лукового сена и одна веточка спорцета примерно по силе равноценные. Вот здесь в нём есть и белок есть, и жир есть, и масло есть, и есть необходимый крахмал, улеводы. Правда, в этом году урожай на полях фермера оставляет желать лучшего. Жаркое лето, засуха, практически погубили его на корню. Если раньше сено было своё, то теперь придётся покупать его. А это не одна тысяча рублей. Учитывая, что фермер и так платит кредит, а ему ещё как воздух необходим охладитель молока, кое-какая техника, да и дорогу надо подремонтировать, в этом году настойчивому фермеру придётся совсем не сладко. Выход какой? Что делать будете, если кормов нету? Ну не знаю, может государство чем-то поможет. Я ж не один. Это весь район, так Карачао, Черкезия, Краснодарский край, так есть. Государственная поддержка фермы Рубой не помешала. Давно известно, накормят Россию те, кто хочет работать и умеет, и зиму свою любит. Так, как фермер Рубой. Ольга Савенко, Руслан Харченко, Вести Карачева, Черкезия.